На этот раз я хотела продолжить рассказ о том, что есть возможность пространства, в котором, как я уже говорила в моем другом видео, в пространстве есть такая возможность его возникновения аномалий. То есть есть время, которое обыкновенно идёт вперёд, есть некоторые аномалии, когда время идёт назад, а есть то, что есть между полем, это можно назвать информационным полем планеты, но есть то, что между обыкновенным электромагнитным полем Земли и вот, собственно, этим информационным полем есть нечто, среднее, которое их оба соединяет, и там же есть возможность возникновения такой, можно назвать это мёртвой точкой времени. То есть время не имеет там никакого хода, ни вперёд, ни назад, то есть время абсолютно полностью стоит на ноле. Вот. И пока, во-первых, я начинала разработку этой теории ещё в 94-м. В 94-м я же и прекратила по совету моего хорошего друга, который решил мне посоветовать по доброте души своей, чтобы лучше я занялась тем бизнесом, которым я занимаюсь сейчас. Очень хорошо получилось, я считаю, что совет был правильный. Ну, насчёт разработки теории о времени на стопе и окружающемся времени. Вот эту картину я специально вышла вот показать, я сейчас... Картина не на продаже, но я продаю с неё принты, а картину я хотела бы себе сохранить, мне она очень нравится. Это как раз я пыталась изобразить, как если время стоит на стопе, полный ноль, то есть там информация со всего собирается. Когда вот эта мёртвая точка времени и то, чтобы полюса, которые, вот говорят, с помощью зеркала можно заставить сознание подключиться к информационному полю Земли. То есть есть информационное поле планеты, которое контачивается электромагнитным полем планеты. И есть нечто среднее между этими двумя, которое, собственно, с ними и контачит. И в этом оно будет выглядеть как вот такой вихрь, и в нём существует возможность возникновения точки мёртвой, где ноль, время не идёт ни вперёд, ни назад. Вот оно немножко заворосло, немножко сложно. И в этой картине как раз и видно. Там есть и пламя, и огонь, там всё, вот этот огонь летит. Есть, когда пламя, уже плазма вот эта огненная. Ну, там на картине я решила сделать, изобразить, как если выплавлять золото. Ну, я какое-то время, в начале моей жизни в Америке, моя первая профессия здесь была ювелир-дизайнер. И когда я поработала на ювелирной фабрике, я была просто в восторге от того, как посмотреть, как выплавляется золото. И потом уже под впечатлением я рисовала вот это. Там как раз, где плавится металл, это плавленое золото. Вообще, ну, золото это не обычный металл. Это уже как, относится больше как со стороны чёрной магии. Я вообще говорю, кто верит в мистику и магию? Ну, это отдельная будет тема. Ну, золото, это, во-первых, главный накопитель энергии, который, считай, что вот есть цыганская магия, есть энергия, которая используется для гипноза. Потому что это энергия, которая движет мысли, образы, мысли поля. И вот это вот даёт возможность подключения к информационному полю Земли. Вот это та самая биологическая энергия. Это не электроэнергия, но в основе своей она очень схожа. То есть, как я уже говорила в других видео, если есть энергия, называть её кодом Rd. То есть, коэффициент добавляется. И вот эта энергия мысли, мысли обыкновенной, взять её и назвать R1d1, а электроэнергия, которая вот ток в розетке идёт, хоть 220 вольт, хоть 127, вот это R2d2. И то, что у него есть у электроразряда молнии, у него просто больший коэффициент. Но есть такие коэффициенты, если поставить R1d30, а если поставить, допустим, R100d100, тогда вот это будет уже молния. А если R31d30, это даёт другую разницу. Это и не энергия молнии. Это и больше, чем обыкновенная электроэнергия в розетке. И это как раз больше, чем обыкновенная энергия мыслей. Но суть у них одна Rd. И почему я об этом говорю? Потому что, согласно моей теории научной разработки, которую я ещё начинала, начать в 90-х, это возможность, чтобы человек сам себя мог закодировать и дать самому себе возможность, когда надо, по надобности, только сам по собственной воле включать программу, которая даёт программу в подсознание. И это заставляет мозг и информационную возможность, информационный потенциал, который в мозге. Потому что человек не знает, какая память у него прошлых жизней. А кроме своих прошлых жизней и путешествий, у человека уже ещё есть биологическая память тела. Потому что в памяти тела, это тоже подключение памяти сотен поколений, которые были до него. И поэтому его собственную память души и собственная память тела заставить подключиться. И можно подключиться к информационному полю планеты, чтобы узнавать там или события, которые ещё пока не совершились, или какие-то мистические тайны, загадки, что-то было в прошлом, но это засекречно спрятано. То есть усилием воли можно подсоединиться к информационному полю Земли. И ещё, кроме Земли, есть такие вот... Потому что Земля на планетах, которые имеют гравитацию единицы с небольшим. Потому что есть... Ну, люди считают гравитацией за единицу, но есть другие планеты, и там есть тоже кто верит в инопланетные, кто нет, но однако они существуют. Во Вселенной слишком много планет, чтобы жизнь была только на одной планете Земля. Так что кто верит, прилетает, не прилетает, верит, не верит, это их дело. А на самом деле жизнь есть вне Земли, есть неземные цивилизации. И поэтому, если человек не верит, что ток в розетки не идёт, это не значит, что тока нет от одного безверия. И поэтому есть возможность подключения своего мозга и пока это сознание ещё в живом теле. Но это должно быть только по собственной воле и только добровольный настрой. Иначе эта программа, кодировка не сработает. Потому что природа делает бионику, всё кодирует. И главный код самозащиты есть. И поэтому, если кто-то хочет кого-то против воли заставить что-то делать, у человека, у него всегда есть блокер. Это блокирующая программа, которая уже врождённая. Она всегда в самом устройстве мозга есть. И поэтому мозги всегда имеют в себе врождённую способность давать себе команду отключиться от чужого воздействия, если оно считается негативным, и собственный мозг считает его негативным. То есть, если кто-то кого-то заставляет идти, кому-то гадить, тот, кого заставляют гадить, он непроизвольно, самопроизвольно откажется. То есть, это срабатывает кодирующая программа, которую сделала сама природа. И поэтому, собственно, подключение к информационному полю планеты, считывание информации, это, конечно, неограниченные возможности. Дальше, можно ли заглядывать в души других людей? С теоретической стороны можно, а с моральной не всегда можно. Как он говорит, можно ли кого-то заставлять что-то делать? Теоретически можно, а морально нельзя. То есть, есть какие-то принципы, законы морали, которые чёрному магу тоже не дают всё делать. Есть, в магии есть тоже некоторые ограничения, чего можно, чего нельзя. А то, что говорят, что сторонники науки, они больше сторонники только науки, и они категорически отвергают магию. Но магия, это то, что ещё пока наука неизучна и не доказана. Но это вовсе не значит, что его не существует, этого воздействия. А есть, говорю, то, что принципы, по которым работают многие магические процессы, они ведь те же принципы потом могут повести космолёты в будущем. То, что я уже рассказывала, что будет, собственно, на Луне. Почему, говорю, ну меня спрашивают о медитациях. Ну я не советую заниматься медитациями. Я вовсе, можно даже сказать, далеко не сторонник заниматься медитациями днём и ночью. Вот. То, что медитация и магия, это абсолютно разные вещи. Когда, хотя говорят, что есть во многих сектах, особенно в сатанизме, туда тоже медитации приплюсовывают. Приплюсовывать и приплетать можно всё, что угодно внутри, значит, что оно так и есть. Вот. А то, что сатанизм – это отдельная тема, большая тема, не имеющая никакого отношения к медитации. Но то, что у меня эта серия книг вот этих, которые я хотела делать на основе научных теорий, которые у меня начинала разрабатывать, и это серии, которые будут рассказы о будущем и о том, что происходит вне Земли. Возможность, есть ли гравитационный металл, есть ли возможность его уплавлять. На Земле, в земных условиях нет. Но в Солнечной системе есть планеты, где это возможно. Когда мне говорят, вот ты там рассказываешь всякую всячину, ну кто-то хочет спорить с ясновидящей, кто-то хочет спорить с пророком, это их право. Потому что закон одинаковый для всех, у вас есть право спорить с пророком, но это не значит, что тот, кто спорит, окажется прав. То есть они могут сказать своё мнение, все имеют право на своё мнение, но это не значит, что их мнение будет правильным. Вот в чём вопрос. И так что, вот когда говорят, есть ли возможность плавления антигравитационного металла. Возможность есть, но вне Земли. На Земле его выплавить невозможно. То, что на Луне, говорят, будет ли построены космобазы? Можно ли построить космобазу на Луне? Запросто можно. В 2160-х уже будут космобазы на Луне поставлены. Это просто, есть такая память, которая приходит как память из будущего только у тех, кто в будущем жил и попал по каким-то причинам в настоящее, которое для них тогда было прошло. Тут я хотела изобразить, как делается вихрь, когда и время, и пространство, и информационное поле планеты, и они закручиваются, как лопасти вентилятора, вот такой, типа фантастический вентилятор. И в этой самой точке будет то пространство, где нет времени, времени нет хода ни вперёд, ни назад, то есть мёртвая точка, блок, где всё время заблокировано, у него нет ни хода вперёд, ни назад. Но там можно подключиться как раз к информационному полю. И это можно сделать без приборов, даже без зеркала, зеркала тут не понадобится. Вот. Почему я там, ну, я слышала сейчас, один из таких модных выражений стал, что вот есть категория людей, у которых их зарплата в месяц, как бы иметь соотношение с теми часами, которые они носят на руке. Ну, это их теория, это предположение. Но, во-первых, как все, наверное, заметили, я часы наручные вообще не ношу. А почему? Ну, во-первых, я человек считаю себя модным, как модельер, дизайнер. Во-первых, я придерживаюсь модой. У меня все мои часы в мобилке. У меня есть мобильный телефон, у меня есть камера, и поэтому там уже вмонтированы часы, встроены. И поэтому наручные часы для меня считаются, я считаю их устаревшим вариантом. Для тех, кто более старомодных взглядов, пожалуйста, носите. Вот. А я почту не почтуя браслеты, бисер, золотые браслеты. Вот. И поэтому, что я говорю о часах, потому что есть такая теория, что кто носит наручные часы, он ориентируется во времени, в котором стоит уже в подсознании вписанное ограничение. Жить только 24 часа, который это обыкновенный стандарт, что в часу будет 60 минут, минуты 60 секунд. Но если подсознание внушить вид из этого стандарта, человек может продлевать свои собственные часы жизни. Если ему сказать, что в часу будет 100 секунд, то тогда можно растянуть время. И вот эта биологическая активность жизни может быть продлена. Это тоже на той основе теории, где время можно поставить на ноль. Я об этом хотела писать в моей книге. Но почему бы я заинтересована больше сделать это в стиле научной фантастики? И больше как жанр не только роман, но и как романтический готический ужастик? Ну, потому что я посмотрела из моих заметок вот, что популярно в Голливуде. Ну, все знают про голливудские фильмы, знают, что они имеют большую популярность. Многие Голливуд хают, говорят, надоел, всем надоел. А другие, наоборот, все-таки продолжают фильмы голливудские смотреть и очень радоваться. Я посмотрела из моих наблюдений, я поняла, что жанр научной фантастики с ужасами, с элементами ужаса, какой-то большой катастрофы, как-то это больше кассовые сборы. И так далее. Продолжение следует...